Эта программа посвящена 70-летию замечательного композитора Валерия Александровича Гаврилина. И я пригласил участвовать в нее своих постоянных партнерш, любимых артисток. Это замечательная сопрано Яна Иванилова, Мэтси-сопрано Вариса Костюк и Тенниска Полина Осетинская. Вот вместе мы сделали программу, которая для меня является первым таким большим обращением к творчеству Валерия Александровича. Несколько лет назад мы с Полиной Осетинской для программы «Музыка, театр и кино» сыграли пару пьес, вальс и тарантеллу из цикла «Зарисовки» и «Фрагмена в четыре руки». Вот такая программа, куда вошли главные камерные вещи композитора. Это русская тетрадь, знаменитая русская тетрадь, которую написал совсем молодой человек, которая попалась на глаза композитору, великому композитору Георгию Свиридову, который сделал очень много для того, чтобы это произведение получило широкий общественный резонанс. Он сделал премьеру русской тетради в Москве, пела великая Зара Труханова, которая посвящена русской тетради. На премьере присутствовал Дмитрий Шостакович. И вдова Медмичерина Антона Шостаковича рассказывал мне, какое сильнейшее впечатление на Шостаковича произвела русская тетрадь молодого автора. Он был искренне счастлив, что в музыку пришел совершенно оригинальный, свободный, новый, свежий голос композиторский и приветствовал угрыбление Гаврилина. Гаврилина Антона Шостаковича Гаврилина Антона Шостаковича Гаврилина Антона Шостаковича Гаврилина Антона Шостаковича СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И завершит нашу программу, завершает знаковое, одно из центральных у Гаврилина, на мой взгляд, центральное во всей его камерной и вокальной музыке сочинение, как называется «Вечерок». Это вокальный цикл для Менца Сопрано и Сопрано. И фортепиано написаны на разные тексты Альбина Шулькино, самого Гаврилина, Генриха Гейна и народной немецкой песни Ахмомилы Августин. Это выдающаяся речь, полна и насказательных каких-то смыслов, зашифрованных подтекстов, аллюзий. Это в общем спектакль, как и русская тетрадь, спектакль, музыкальный спектакль. Я могу только сказать, что о невозможности подлинного счастья, о неразделенной любви, о конечности жизни. Это, наверное, самое главное счастье в мире. Луны светопьяны, тихо венит ветер сонный. Ахминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok